Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности, и мы второй раз уже будем обсуждать канал ТЭД, да, образовательный канал ТЭД, доверьте своей интуиции, меньше вещей, богаче жизни и прочая банальная херня для умственно отсталых, в общем-то это прекрасно, прекрасный канал, прекрасные люди, приглашаются, очень интересные, а сегодня мы рассмотрим видео, делайте то, что любите, как это называется, я опять же не смотрел, это будет опять импровизация, что мы скажем про это видео, но посмотреть сейчас стоит, меня очень привлекло название. Присутствовать здесь для меня честь, я нахожу выступления ТЭД захватывающими и вдохновляющими, некоторые из выступающих настолько умны, что это ранит мой мозг. А некоторые настолько не умны, что это ранит мой мозг, вот в чем проблема. Я не собираюсь ранить ничей мозг, это мое первое обещание. Спасибо, друг, я так и понял по названию, по названию большинства видео на ТЭД. Каждый день, просыпаясь, мы делаем выбор, мы можем сконцентрироваться на том, что не так в нашей жизни, или на ее положительных сторонах. В следующие 10 минут я расскажу вам, как концентрация на положительных сторонах жизни, вместо отрицательных, может помочь нам исправить все то, что идет не так. Более того, фокусировка на том... То есть мистика, да, какая-то уже. То, как мы думаем, так и будет, как бы. Хорошо. Стравогище, давайте, метеорология. Как положено, лучший способ исправить то, что в мире неладно. Это Оливер, мой племянник. Ему три года. И я обедал с ним на днях. Я забрал его, мы живем в центре Бостона. Погода была прекрасная, и мы отправились на пикник. Личные истории пошли, опять же, теряться к личному опыту трехлетнего ребенка. Здесь Оливер наслаждается арахисовым маслом и бутербродом с желе. И это... Все, что я хотел вам рассказать. Спасибо. Все, видео закончилось. Все, вся аргументация прикрылась. Спасибо. Пока я выкладывал обед, Оливер спрыгнул со стола. На лавочке рядом с нами сидела пожилая женщина. Очень пожилая. Я подумал, что она, возможно, бездомная, так как ее сумка была грязноватой. Я не успел даже глазом моргнуть, как Оливер заговорил с ней. Сколько тебе лет? Спросила женщина. Угадайте, предложил Оливер. Я думаю, тебе четыре, ответила она. Мне три с половиной, сказал Оливер. А вам? Угадай, ответила она. Тогда он сделал шаг назад и взглянул на меня в поисках помощи. Думай, сам, сказал я. Не просто угадать, сколько лет женщине, не так ли? Зная, что придется принимать решение самому, он вновь шагнул вперед, взглянул на нее и спросил. Тысяча? Я серьезно. Я не успел принести извинения, как женщина от души рассмеялась. Вместе с ней рассмеялся и Оливер, а после я. Вскоре она присоединилась к нам, и мы подружились. Когда мы были детьми, нас наполнял оптимизм. Мы были точно такими же. В тот день Оливер открылся. Вот все были как твой Оливер. Прям все до одного. Вот абсолютно все. Исключаем детей с аутизмом, там, каким-то вообще просто довольно-таки грустных людей, апатичных детей исключаем. Исключаем вообще большинство детей, видимо, все были как Оливер. Хорошо. Все были такие... Это одна из ошибок, во-первых, уже логических. Потому что распространяет одну ситуацию на всех. Открыл мне глаза. Ведь он сконцентрировался на своих возможностях, а не на препятствиях. Принесни, пожалуйста. К сожалению, взрослее, мы учимся фокусироваться на преградах, а не на возможностях. С возрастом мы становимся скептиками, вместо того, чтобы... Вы не становитесь скептиками, это уже чисто... Честно, терминологически вы не становитесь скептиками вообще в принципе. Если вы считаете, что не сможете преодолеть какую-то преграду, это не сомнение, это должно как-то... Да, прикольно. Это тоже терминологически, да, на мозг мы не давим, конечно. Продолжаем. Ну, здесь так... Опять кто как, становится, кто не становится, у кого какой опыт в жизни. Вот, например, актер, которого мы смотрели в прошлом видео, вот он довольно-таки позитив. А, миллиардер. Еще бы он не был позитив, да, конечно. Смотрите на меня так, вы все таковы, кроме вас, ребята, вы еще не стали такими, да? Ну, распространение каких-то вот таких вот впечатлений на всех, что... Я знаю много оптимистов, колоссальное количество оптимистов, и откровенных пессимистов я знаю тоже мало, мало, мало. Не так уж и много, как хотелось бы. Хотелось бы, да, залили. А... Он распространяет, в общем-то, вывод просто, исследуя своего, может быть, опыта, или своего именно личного жизненного опыта, других не особо выпрашивает. Никто не хочет быть пессимистом. Пессимистом быть не очень-то весело. Шопенгауэр хотел. Что он хотел? Пессимизм наполняет жизнь тревогой и стрессом. Социалисты хотели. Правда в том, что все люди на земле хотят быть счастливыми. Ну, это вообще нет, это тоже нет. Счастье не у всех является приоритетной целью, особенно в христианском обществе, где вообще главная цель — страдать. А главное — страдать и любить, и как-то, вот здесь, подплатишь за свои грехи, и что-то хорошо. А в христианском обществе вообще это не так. Некоторым кажется, что их сделают счастливыми красивые вещи. Другим — пребывание в каком-то особенном месте. Правильно. Но счастливыми нас может сделать лишь наше отношение, наше видение мира. Боже мой! А никто не знал до этого, да, наверное? Наши отношения. Это, кстати, вот еще одна такая банальность. Мы сами меняем там свой мир, мы, важно, как мы к нему относимся, а не то, что там происходит. Например, если вы живете в Ираке, и каждый увидите, как там у детей расстреливают какие-нибудь там террористы, это все нормально. Это важно, чтобы вы не относились к этому плохо, тогда все будет хорошо. Или, например, не знаю, горел где-нибудь торговый центр. Если вы относитесь к этому хорошо, а с людьми внутри, да, сгорел, да, будет, все отлично. Если все, это не преграда никакая, это не какое-то там недоразумение, то нормально, будьте счастливы, если вы относитесь к этому хорошо. Если вы относитесь к этому плохо, то ваша проблема, вы кессивность, получается, по заверениям данного человека. Я просто продолжаю его логическую цепочку, если уж довести его слова до некого такого предела, получится вот так, вот не очень хорошо. Это моя мама, Джоанн. Прекрасная мама. Джоанн с моим отцом вырастили шестерых детей на деньги, которых хватило бы лишь на двоих детей. У моей мамы был особый прием. Она собирала всех нас за столом, а у нас, как у любой обычной американской или бостонской семьи, было множество проблем. Но она заставляла забыть о них, говоря что-нибудь вроде «Расскажите мне, что хорошего произошло сегодня». И это кое-чему научило нас, так как энергетика в комнате менялась. Это мой младший брат Джон. Он мой бизнес-партнер в компании Life is Good. Он спал внизу, а я наверху. Если вы встречали моего брата… То есть вот шабак просто рассказывает про свою жизнь и думает, что это какой-то аргумент. Подозрительно. Просто очень подозрительно. Мог бы, не знаю, побольше примеров мне в своей жизни приводить. Прошлый оратор был повеселее в этом смысле. Может, подпытался на науку какую-то салат. То, опять же, заметьте, темы в фейде настолько банальные, настолько вот… Представляете ли, не оригинальные совершенно, по большей части, подавляющее большинство этих тем. Таковы, что и содержание, собственно, ну, обещает быть непримечательным, как здесь. Он упоминает спейс-шота. Если присмотреться к радиатору, то можно подумать, что он перекусывал свинцовой краской. Мы с ним младшие из шестерых детей. Если вы навестите моих родителей в Нитхеме, то увидите кучу шкафов, набитых фотографиями моих старших братьев и сестер. Это одна из трех фотографий моего детства. И когда я смотрю на это фото, я думаю, «Мама, ничего страшного, что ты не фотографировала нас, но ты могла бы хотя бы простыни на кровать постелить». Когда мы с братом окончили колледж, вооруженный отсутствием опыта, безденежьем и парой хороших советов от мамы, мы занялись дизайном футболок и стали продавать их на улицах Бостона. Вскоре мы купили фургон и назвали его предприятие. Мы решили, что пойдем в бизнесе по продаже футболок так далеко, как никто до нас. Мы залезли в фургон и, верьте или нет, отправились в путь длиной в пять лет. Каждую ночь мы спали прямо на дороге в этом фургоне. В дороге мы много разговаривали, но одна из бесед изменила наши жизни навсегда. Мы обсуждали то, как СМИ наводнили нашу культуру негативной информацией, постоянно рассказывая нам о том, что в мире не так, и лишь изредка говоря о том, что в нем хорошего. В результате этой беседы появился бренд Life is Good. Казалось глупым делать торговую марку из этих трех слов. Это все равно, что сделать марку из слова «привет». Во многих смыслах нам везло, но мы были оптимистами. Сейчас будет тезис, кейл-фак. Будь оптимистично настроен, и ты станешь богатым. И хэппи, и он гет рич, мазафака. И верили, что в этом кроется сила. Но тогда главный вопрос для нас... А нет, ну надо быть, да, тупым и радостным, тогда ты будешь крутым бизнесменом, а не умным, расчетливым и знающим экономику. Вот как получается. Вот в чем секрет, друзья. Вот как это работает на самом деле. Зря выучитесь на экономистов, а на менеджеров зря мозг свой качаете, зря математику изучаете. Вот, надо просто быть позитивным. Просто позитивным. Делай то, что любишь. Все будет хорошо. Не важно, как ты это делаешь. В другом, целесообразно ли это коммерчески? Купят ли люди эти три слова «life is good» и другие оптимистичные послания? Они купили. Два дня спустя на улицах Кембриджа мы продали 48 футболок за 45 минут. Это до ужаса напугало нас, потому что мы не знали, что делать. Но бизнес продолжал расти, несмотря на отсутствие в нас деловой хватки. Мне не хватит времени описать все ошибки, что мы сделали, но их было много. Посыл бренда был настолько силен, что полностью поглотил нас. Черта между работой и игрой начала стираться. И деловые собрания для нас выглядели примерно так. Мы не понимали, что происходит с нашим бизнесом, но он рос прямо под нашими ногами. А, ну они, короче, на серфе катались. Нормально. Хороший бизнес. Нет такой. Life is good, ребята. Подписывайтесь на канал Shadow. Платите мне донаты. Я буду говорить им, что life is good. Life is perfect. Все замечательно. Все отлично, ребята. Все супер. Все классно. Классно, классно, классно. Классно, да. Сколько вы зарабатываете? 15 тысяч рублей в месяц. Все классно. Кто-то не зарабатывает вообще. Футболок мы выпускаем. Мой канал Су. Тем больше людей их покупало. И через 6 лет, в тот первый день в Кембридже, мы заработали 78 долларов. А через 6 лет наша компания стоила 3 миллиона. Нам казалось, что мы дотянулись до Луны, и мы просто наслаждались этим. Сегодня, зная о фонде Life is good Kids Foundation, люди спрашивают нас, вы задумывали этот бренд? Ну, да. Человек хоть и не очень умный, не советует херню полную. При этом вот он делает добрые дела, потому что ему повезло. Ну, хорошо. Прекрасно. Вот это я поддерживаю. Это прекрасно. Life is good, действительно. Он делает жизнь других людей немножко лучше. Но советовать херню, конечно, не очень хорошо. Попробуйте в России такой же бренд русский. В качестве комплексной модели с коммерческим и некоммерческим подразделениями, поверьте, я не имел представления, что такое комплексная модель, и могу гарантировать, что не знал этого и мой брат. Мы просто не хотели искать работу. А зачем искать работу, если вы уже миллионеры? Просто наслаждались тем, что делали идеологию. Вообще, да, интересно. Миллионеры нам рассказывают о том, что нужно вообще делать, как и что любить, как творчеством заниматься. А чего делать не нужно, они нам рассказывают. А что нужно делать, что любить, что любить, это все. Замечательно, да? Это-то нас и поразило. Мы стали получать письма от людей, чьи жизни полны невзгод, не имея представления о том, почему они пишут нам. Я зачитаю для примера письмо, написанное одним из этих мальчиков. Я все еще не встретился с ними, но однажды это произойдет. Дорогие Берт и Джон, меня зовут Алекс. У меня есть брат Ник, нам по 10 лет. Нам в жизни выпали большие испытания, но мы каждый день радуемся тому, что мы есть друг у друга. Мы родились раньше положенного и весили всего по 450 граммов, так что нам пришлось набирать форму. При рождении мне ампутировали ногу. Ник незрячий. У нас с Ником есть все ваши футболки, на которых написаны наши любимые занятия. Но если вы спросите, что у нас получается лучше всего, что делает нас счастливыми и дарит нам улыбки, это общество друг друга. Сейчас я осознаю, что Нику тяжелее, чем мне. Это мой любимый момент, ведь ему всего 10 лет, а он словно весь мир повидал. Но он говорит и делает то, что заставляет меня смеяться и забывать о плохом. Я не знаю, как выразить мои чувства иначе, нежели словами, что я люблю его. Вам повезло, что у вас тоже есть брат. Он просто не знает моего брата. Надеюсь, что вы делаете, получая подобные письма. Знаете что? Вы получаете такое письмо, как подтверждение тому, что вы источник оптимизма. Оно наполняет вас благодарностью за то, что вы имеете. И заставляет вас думать, я больше никогда не скажу, что мне надо что-то сделать. Я просто возьму и сделаю. Вы заняли. Просто возьмите. Просто сделайте. Just do it. Просто стремитесь к всему самому хорошему. Против всего плохого. Не делайте то, что делайте. И все будет хорошо. Интуиции своей доверяйтесь. И чем меньше вещей, тем богаче жить. Да, и в голове ты прокрастинатор. Но можешь исправиться, если будешь делать то, что любишь. И доверишься своей интуиции. Ууу, вот так вот как-то. Подписывайся на канал Александра Шадова. Здесь только позитив. Доверься интуиции. Вы идете за продуктами, но вам не приходится и впрямь идти за ними. Ведь когда вы идете за продуктами, вы смотрите на них двумя глазами. И вот эти дети, которые не просят ничего. Они просто хотели поздороваться и провести вместе время. Так что мы сделали то, что казалось единственно логичным. Вы, наверное, догадываетесь. Мы организовали фестиваль тыкв. И этот фестиваль помог собрать деньги и обратить внимание на детей, борющихся с трудностями. Он прошел в Портленде, в штате Мэн. Вот это уже хорошо как-то. Значит, человек помогает другим. Вот ему повезло, он заработал деньги, он помогает другим. И не только дурацкими советами, как некоторые делают. А некоторые даже зарабатывают на своих дурацких советах вредных. Вот он помогает делом. Хорошо. Действительно помогает средство. Путь будет так. Позитивно. То есть мы можем как бы отместить все его тезисы, всех чертов, потому что нет никакой значимости и никакого основания под собой. Они почти все глупости приведут к колоссальному разочарованию в итоге. За редким исключением тех людей, которым вот так же повезет, и они станут миллионерами внезапно. А с другой стороны, с другой стороны, ну вот он помогает, да, действительно упрекнуть этого человека в том, что он владеет и негодяй, невозможно. Неплохо. Мэйни, то знаете, что в октябре бикини там не поносишь. Мы не знали, придет ли кто-нибудь на нашу дурацкую вечеринку, но люди пришли. Много людей. Эта женщина пришла в бикини, будучи на 14-м месяце беременности. Она привела с собой мужа, мистера Позитива, а этого парня вывели из здания. Фестиваль все рос и рос, и в итоге мы побили рекорд книги рекордов Гиннеса по количеству зажженных тыкв в одном месте и в одно время. Это было в Бостонском парке. В первый год компания Life is Good собрала 100 тысяч долларов. В 2006-м, в том самом парке Бостона, мы собрали миллион долларов, и каждый пенни был отдан нуждающимся детям. Фестиваль тыкв превратился в музыкальный фестиваль Life is Good Music Festival. Его посещают 30 тысяч оптимистов. 30 тысяч оптимистов, собирающихся на выходные и слушающих хороших исполнителей. Это Майкл Франдио. А вот еще хороших исполнителей пиарят неплохо. А вот те исполнители, которые плохие, по мнению дадов автора, они сидят, в общем-то, и грустят. Потому что они занимаются тем, чем любят, но никто не зовет на такие прекрасные фестивали. Вот как-то вот так это все получается. Всегда. Причем другого получаться не может. К сожалению. У нас был Дэйв Мэтьюс, а в этом году Джек Джонсон. Это весело, мы продолжаем размывать черту между работой и развлечением. Мы не были рождены для бизнеса. Я поздравляю двух братьев, им очень повезло. Умечательные люди. Хорошие, добрые. Но несут чушь. Он несут чушь, по крайней мере. Он был задуман для нас. Бизнес — это инструмент, который вместе с нашим оптимизмом и широтой взглядов позволил нам услышать этих мальчиков и других людей и придать нашим действиям чуть больше смысла. Этот малыш, я его не знаю, но он на нашем фестивале, и я не знаю, на что он смотрит, но мы поразили его воображение. Сообщество оптимистов выросло, не так ли? У СМИ есть подходы, ведь интернет был изобретен лишь в 1989-м, и за короткое время произошло нечто потрясающее, нечто прекрасное для всего человечества. Впервые в мировой истории клиенты-покупатели отобрали контроль у продавцов. Мы с братом все еще неимоверно заняты совершением... Заметим, что сам этот персонаж продавец, как бы... как бы, да. То есть он, можно сказать, конкурирует с негативными СМИ, чтобы рассылать позитив. Получается, за это огромное количество денег, которыми, конечно, делится с детьми, но, простите, он, судя по всему, не беден. Задумайтесь просто вот над этим. Пока тоже бизнес, он просто пытается этого не замечать, как бы. ...вых ошибок в бизнесе. Но знаете что? Люди верят в нас. Они верят в нас, и им наплевать на наши ошибки. Они верят в нас, и в то, что наше начинание искреннее. Мы жертвуем более 10% всей прибыли компании на помощь нуждающимся детям. Ну ладно, он не такой хороший. Вы более 10% потом... Ладно. Ладно, все казалось лучше, чем я думал. Я думал, их там просто благотворители, такая позитивная организация, а так более 10%. 10 рублей из 100 идут бедным, а 90 из 100 идут вот гребаным капиталистам, которые разрушают нашу экономику и нашу жизнь. Вот так вот. Люди читают об этом, их заинтересовывают некоторые случаи, и они вкладывают в них деньги. Это и есть капитализм. Капитализм не рухнул, его просто направили не той дорогой. То есть у нас был негативный капитализм, а теперь наступает позитивного капитализма, оптимистического капитализма, наверное. Капитализма Киосаки. Оптимизм и широта взглядов позволили... Широта взглядов, вот этого широта взглядов, на самом деле какая-то она не очень широкая. Ну, человек, то есть он с самого начала признался, что он не очень умный как бы. Ну, это в принципе видно. Видно, что ему очень сильно повезло. Ну, он добрый, приятный данный. Но доброта не есть широта взглядов. Доброта, наверное, даже узок взглядов. Ну, если мы подходим со стороны степени широты. Как-то так. ...ли нам это увидеть. Для нас это лишь начало пути. Мы только что подписали контракт с Холмарк на пять с половиной миллионов, то есть миллиардов долларов. Я перепутал миллионы и миллиарды. Поняли, конечно. Ерунда. Все, что мы когда-либо писали на футболках, теперь будет написано на открытках. Знаете, почему это невероятно круто? Потому что... Не почему, на самом деле. Вообще просто плевать. 10% прибыли от этого пойдет на нужды детей. Допустим, нормально. Вот это нормально. Хорошо. Мы используем... И больше не почему. Вообще-то... ...крупной грязной капиталистической компании для добрых дел. И знаете что? Холмарк и Life is Good ведут совместные дела. Мы подписали совместную делку со Smakers, которая принесет пять миллиардов долларов. И в этот раз я не ошибся. Круто то, что мы производим изысканный кофе. Я не пью кофе, я не в теме, и мне все равно. 10% прибыли с этого кофе будут отданы... Делай, что любишь. И продавай кофе, который ты не дай. Все будет хорошо. ...дающимся детям. Мы задумали кругосветное путешествие. Мы собираемся рассказать о нашем бренде всему свету и помочь детям по всему миру. Мы не продаем компанию и не ищем славы. Мы делаем то, что нам нравится, и нам нравится то, что мы делаем. У каждого из вас есть свой путь. Ваша жизнь — это путь. И мы все разделяем... Я не люблю кофе, презираю кофе, ненавижу, но я его продаю за большие деньги. Я сделаю то, что люблю и получаю кофе. Все супер. Все логично. Абсолютно логично. Жизненный путь. Будьте добры друг к другу. Любите себя и друг друга. И наслаждайтесь путешествием. Новые видео выходят исключительно. Опять же, примитивизм, такой популизм вообще ни о чем. По сути, Фадаш пропиарил себя и свою компанию. Ну, замечательно. Отличный образовательный канал. Тед. Заходите, смотрите, слушайте, вынимайте и наслаждайтесь вот этим всем скорословесным мусором, который не научит вас ничему хорошему и приведет вас просто в итоге в паническое настроение, ну, потому что вы будете не готовы к препятствиям грядущим. Вы будете, в общем-то, обстреливать себя как вот этот вот удачливый, супер, невероятно, мега удачливый миллиардер. Вы будете нацеливать себя в ту же вотю сторону и думать, что да, я захочу, все будет отлично, все будет замечательно. На самом деле, не будет. Вы столкнитесь с препятствиями, которые вы не предусмотрели почему-то. Ну, то, что вам посоветовал дадый товарищ. Потом вам будет очень плохо. Подписывайтесь на мой позитивный канал и лайф будет будь. Собственно, когда у вас будет работать голова. Восемь кратно с вами прощаюсь и желаю внимания. И не смотрите Тед, пожалуйста. Смотрите Тед только Чалмерса, только Чалмерса и все. И еще, может быть, кого-нибудь, ну, в основном, только Чалмерса там можно посмотреть. Кратно дальше. Хм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok